Встречай лето с ветерком! Все покупатели торгово-развлекательного центра Астри, сделавшие покупку с 6 июля по 28 августа, на сумму более 300 крон, имеют возможность участвовать в розыгрыше. Главный приз – мотороллер, шлем-замок, перчатки и чехол. Приходи к нам, Астри Кескус! Электростанциям солнечным и прочее экологически чистой энергетики? Положительно. Если солнца у нас, допустим, в стране много, почему бы его не использовать в нужных целях? Как думаете, ее развитие не повлияет плохо на наши нарвские электростанции? Ну, в принципе, у нас сейчас электростанция не очень-то сильно работает, потому что я думаю, что не повлияет. А обычно такая энергия, полученная экологически чистым путем, она стоит дороже. Вот вы лично согласились бы платить за электричество немного больше, но знать, что оно экологически чистое? Ну, в принципе, да. Почему бы не? Тем более, что меньше загрязняется среда окружающая. Спасибо. Как вы относитесь к ветряным электростанциям, солнечным и прочей экологически чистой энергетике? Очень положительно. Это самый лучший вид потребления или получения энергии. Безопасный, дешевый. Но если она у нас будет развиваться, наши нарвские электростанции не закроются? Ну, не хотелось бы, чтобы они закрывались, потому что это рабочие места, да, и это все-таки потребление и водной энергии тоже. То есть надо как-то разумно использовать то и другое. А вот обычное электричество с солнечных электростанций, с ветряных стоит дороже, чем с обычных наших. Вот вы лично согласились бы платить за электричество больше, но знать, что оно экологически чистое? Ну, вообще говоря, да, если бы я получала достаточно, да, если бы достаточно было населения обеспечено, да, достаточно было средств, конечно, все бы были заветренные и солнечные, но поскольку вы видите в пору кризиса, что происходит с населением, нужно думать о населении. Спасибо. Здесь с ветряным электростанциям, с солнечным и прочей экологически чистой энергетике. Очень хорошо. Положительно. А как думаете, если она будет развиваться, наша Нарская электростанция не закроется из-за этого? Я думаю, что нет, не должна. А почему? Ну, в принципе, я думаю, в данный момент не так много энергии будут производить вот эти ветряные электростанции. Пока они не конкуренты? Пока, пока да. Обычно такое электричество стоит дороже, чем с обычных электростанций. Вы согласились бы платить по счетам за электричество больше, но значит, что оно экологически чисто выработано? Согласились бы. А вы? Да. Спасибо. А как вы относитесь к ветряным электростанциям, к солнечным и к прочей экологически чистой энергетике? Ну, положительно, конечно. А как думаете, развитие не повлияет плохо на нашей Нарской электростанции? Ну, я не могу сказать, как повлияет. Конечно, плохо, что люди останутся без работы. Не хочется, сложно расставаться с тем, что есть, скажем так. Но когда это будет, это еще неизвестно. Обычно электричество, которое получают на таких электростанциях, оно дороже, чем на обычных. Вот вы лично согласились бы платить за электричество больше, но значит, что оно экологически чисто выработано? Ну, если бы у меня была такая возможность платить больше, я бы, конечно, с удовольствием согласилась бы платить больше, но экологически чисто. А сейчас? А сейчас, увы. Ясно. Спасибо. Вы относитесь к солнечным электростанциям, к ветерам, и к проще экологически чистой энергетике? Там, где надо, они должны быть. А как вы думаете, если она будет развиваться, не составит конкуренции нашим Нарским электростанциям? Ну, это же разные весовые категории. Пока они не конкуренны? Я думаю, что, если вы посмотрите на тоннеры, которые не производят, боюсь, что нет. Обычно электричество у вас, допустим, с электростанцией стоит дороже, чем с обычных. Вы согласились бы лично платить по счетам больше, но значит, что электричество выработано экологически чистым способом? Ну, все зависит от возможности человека. А сейчас такая возможность есть? Ну, если разница небольшая, то, в принципе, можно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok